Всем здарова! С вами вновь Медузко и сегодня мы будем смотреть новый приемный эсминец Европы 8 уровня, Аркан, который недавно вышел у нас в патче 0.9.3. Что он из себя представляет, какие расходники у него есть, перки, модернизации, какие брать, выйдем в бой, посмотрим какой он себя показывает в бою, все в этом видео. Для начала давайте пройдемся по самому эсминцу. На что он похож? Ну, это такая себе помесь казака с лайтнингом. Что у него от казака есть такого похожего, да, это то, что у него всего лишь один торпедный аппарат. Что у него от лайтнинга есть? Ну, в принципе, все остальное. То есть, по сути, это тот же самый лайтнинг, только ему напихали всяких расходников интересных, европейских расходников, и торпеды тоже европейские сделали, но и получился вот такой вот себе эсминец. Если вы посмотрите на лайтнинг, ну, реально все то же самое, только почему-то у него взяли, стыбрили торпедный аппарат и поставили вместо него ПМК орудие. Я не знаю, зачем оно здесь нужно, дорогие друзья, но если у него здесь есть ПМК орудие, то оно должно стрелять каждым залпом точно в цель. Иначе я ни хрена не понимаю, зачем оно тут присутствует. Ну, ладно, давайте теперь по более существенной информации пройдемся. По расходникам. Стандартная аварийная команда ничего необычного с Форсаж, что не может не радовать, потому что, по сути, это британец, у которого 35 узлов скорости без флажка и 36,8 с флажком. То есть, Форсаж немножко упрощает вам передвижение по карте. То есть, в принципе, неплохо. Ремонтная команда, которую вы уже, наверное, привыкли видеть, если вы играете на эсминцах Европы. У них также она присутствует, так и у этого эсминца тоже есть. И РЛС, которую вы могли видеть у Смонда, если вы его покупали, ее дали просто вот на Аркан. По сути, его презентовали нам разрабы, как охотник на эсминцев. Ну, так это или нет, я еще пока до конца не уверен. Потому что, ну, эсминец медленный, и кого он будет там догонять из этих эсминцев, которые превосходят его по скорости, я не знаю. Ну, вместе с вами посмотрим. По модернизациям. Стоит вооружение стандартное, Форсаж, не РЛС. Почему? Потому что слишком мало бонуса дает поисковый РЛС, модернизация за уголь. Поэтому я думаю, что вам проще будет с Форсажем кататься. У вас Форсаж будет 3 минуты, вы сможете по карте передвигаться, ну, и более комфортно себя чувствовать. Ну, и также, в принципе, убегать там от эсминцев или догонять их, если, ну, смотря какая ситуация у вас будет в бою. Система наведения. Я предпочел взять систему наведения вместо торпедных аппаратов. Почему? Потому что торпедный аппарат всего один. Ну, и модернизация, которая дает вам всего лишь дополнительные, там, 3,5 узла к скорости торпедам. А изначальная скорость торпеда у вас 76 узлов. Ну, то вы их практически не заметите. А система наведения полезна будет в бою, так как вы все-таки будете работать с ГК, там, по эсминцам, по маленьким целям. У вас должен быть хороший разброс, чтобы по ним попадать. К тому же, вы знаете, что у британцев не самая лучшая баллистика. Это все-таки не советские эсминцы, которые стильные баллистика есть. И это всегда поможет. Энергетическая установка. Почему энергетическая? Потому что, ну, блин, это уже не британец. Поэтому у него нет ускоренного разгона. Поэтому энергетическая здесь нужна. Для того, чтобы сдерживать свою скорость в маневре. Ну, и так далее, и тому подобное. Рули здесь не нужны, потому что 3,7 секунд перед коллами рулей вполне себе комфортные. Ну, и стандартная система маскировки. Теперь давайте по капитану, и потом пройдемся по ТТХ, которая у нас получилась с таким билдом. Приоритетная цель. Первый перк, который я взял, чтобы она меньше всего выбивали там в корабле. Весла из последних сил, да, чтобы, опять-таки, можно было двигаться. Интендант. Почему? Потому что слишком, ну, уж слишком много полезных расходников. Тут тебе и форсаж, и рлска, и хилка. Все это первые надобности, поэтому это полезно. И, как обычно, маскировка. Эти 4 перка я первый взял. Далее, если у вас будет капитан 19 перка, я вам рекомендую брать базовую огневую, чтобы разгонять свое ГК. Все-таки, если это охотник на эсминцев, то нужно как-то разгонять, да. И перк на хп. Далее уже отчаянный. Для того, чтобы, если у вас меньше будет хп, у вас больше скоростейли была и быстрее перезетка торпед. Ну, и приоритетная цель там на сдачу взяли, чтобы вы видели, сколько вас кораблей берут в прицел. На этом, пожалуй, и все. Теперь давайте по ТТХ. Есть стандартный эсминец, 19 мм обшивка, 30 мм настройки, ничего необычного. С таким билдом получается 18,5 боеспособности. Артиллерия у нас, ну, как я сказал, это Lightning. У него стоковая перезарядка, 4,5 секунды, с базовой огневой 4 ровно получается. Орудие, кстати говоря, вертится на 360 градусов, что не может не радовать. То есть вы можете там на отходе играть, там, не знаю, с левого борта выстрелить, потом повернуть немножко корпус с правого борта и всеми тремя орудиями. То есть здесь у него не ворочается всего лишь на 180, здесь у нас все 360. Это, конечно, круто. А по баллистике, я вот играл бой, по баллистике, в принципе, она более-менее комфортная. Она не такая ущербная, как, возможно, вы могли заметить ударинга. Ну, она более-менее, попадать вы можете. На 11 км там снаряд летит, что-то, кажется, около 8 секунд. Ну, сами понимаете, не самый лучший результат, но и не самый худший. По торпедам, как я говорил, их 4 штучки, похоже на Казака. Торпеды 12 км, идут 76 узлов, а урон такой же, как на европейцах высокоуровневых, 10700 с торпеды. Перезарядка чуть больше минуты, поэтому вполне себе комфортно. Там, проспамил немножко торпедками, дал зато, потом, может быть, может быть, разжег корабль, если он тебя не смотрит пожарами со своего ГК. В принципе, кстати говоря, здесь пожары очень неплохие, 10% поджога, это очень даже неплохо для эсминца. А скорострельность у нас более-менее. Ну, ПВО, я думаю, нет смысла смотреть, ПВО здесь такое, знаете. Оно есть, и ладно, ну, люстру как бы можно сбивать. Истребители, которые на вас будут вешать авик, вы сбивать можете. Штурмовиков 8 уровня любой нации уже вы не собьете, и вас будут убивать. Так что, опасайтесь авиков. К сожалению, здесь нет характерной какой-то имбовой ПВО, которая есть у европейских эсминцев у прокачиваемой ветки. Ну, в принципе, по маневренности мы уже говорили, давайте еще раз пройдемся кратенько. 37 узлов почти, это с лошком на скорость. Циркуляция 590 и предкак рулей 3,7. Маскировка с таким билдом 5,9, замедленность с налетов 2,6. В принципе, играть можно. Конечно, хотелось бы, чтобы была маскировка как у Лайтинга, топовая там, да, на уровне Кагера какого-нибудь, 5,6, 5,7. Но тогда бы это, наверное, и был какой-то имбовый эсминец. Ладно, поехали в бой. Чего уж тут говорить. В принципе, все обсудили. Надеюсь, в обзоре меня не будут фокусить по новому кораблю. Хотя, может быть, и хорошо. Посмотрим, на что эсминец способен, если тебя душат со всех сторон. Надо же, быстро бой закинула. Четырявика, кстати говоря. О, интересно, четырявика была в очереди, но ни одного у меня в бою. Хорошо, что я смотрю, что я в первую очередь вижу. Я, в принципе, здесь либо одинаковый засвет имею с эсминцами врага, либо же даже немного лучше. В случае, там, Эстер Гетланда у меня маскировка лучше, у МАСа вроде бы как тоже маскировка не сильно превосходит мою. Кажется, я на самом деле пересвечиваю на метров 500. Ну и дальше с коной идет. Смотрю, все ринулись перед патчем качать советскую ветку, хотят маску получить. Карта, кстати говоря, не особо хорошая для эсминца. Торпеды невыгодно спамить. Видите, еще и такой рез получился, что куча островков. Кинешь куда-то торпедой. И тут они возьмут и закроются островом. Три из пяти крейсеров имеют РЛС, тоже не особо. Ну вот, обратите внимание, что все башни вертятся на 360. Сейчас продемонстрирую еще вам баллистику, которая вас будет сопровождать все ваши бои. Вот смотрите, на 11 километров 9 секунд и не стоят. Ну в принципе, смотрите, ну неплохо, да? То есть это не парашют все же, как у того же Гиринга или Даринга на 10 уровне. Так что вполне себе можно играть. Сейчас будем пытаться охотиться за своей РЛС, на вражеские эсминцы. Это же эсминец, который заявлялся как охотник на вражеские. Поэтому попытаемся сегодня реализовать эту РЛС. В принципе, там не особо такие угрожающие крейсеры. То есть магами с атаком можно поворачиваться от ихних залпов. У них довольно такие, ну, не особо хорошие баллистики. А чтобы по мне стрелять, особенно по эсминцу. Баффало тоже. Остается только два донских. Их нужно опасаться, потому что все-таки советские корабли с бомбовой баллистикой снаряда. Вообще, на самом деле, неплохо было бы, чтобы я форсаж прожал. Быстрее до точки добирался бы. Вот и наш Баффало, да? Ну, я думаю, раз я его засветил, то можно попробовать проспамить по нему торпеды. Я же не думаю, что он пойдет прямо сюда, правильно? Давайте сюда кинем торпедок. Да, он, по идее, будет уворачиваться. Может быть, сюда торпеды и словит несколько. А вот и Мас, наша первая жертва. Даже если у него сейчас будет дымы, сможем мы его прорлесить. Давайте останавливаемся. От Баффало мы все равно за островом. Да, вот отлично ты встал в дымы, но сейчас я прорлесшу, и мне все будет попроще справляться с тобой. Вот, застали врасплох. А, ну, застали врасплох и убили, по сути, корабль сразу. Жаль. Жаль, я думал, у меня будет фраг халявный, чтобы я его мог убить. Но, судя по всему, Мас просто не включил гапы, поэтому половил кучу торпед. Да, моя торпеда, к сожалению, не заходит, просто тупо не догнала его. Значит, будем перетягиваться на точку Б, наверное, поскольку здесь нечего ловить. В Донской там АФК, Баффало тоже на отходе играет. Наш фанкер здесь продайвает. Точка за нами. Да-да, в принципе, можно, я думаю. Давить на точку Б. Поехали. Ой-ой-ой, от этого стеркета надо убивать сразу. Что он здесь забыл, я понятия не имею. Но давайте постоим в дымах этого Маса. Убьем его. Вот это парень ворвался, конечно. Такое количество противников. Тотик, а не говоришь, что ты еще тоже поешь торпед, как твой приятель? Не успел. Просто не успел дожить до торпед. Кстати, поел бы, видите, куча торпед пропала. Значит, они попали в варшский эсминец. Что-то попахивает каким-то турбо-победой какой-то. Ну, давайте, я буду реализовать свою основную задачу, как заявлялось ранее. Это охотник на эсминцы, поэтому пойду сейчас высвечивать РЛСКа и, в конце концов, Оланда. Не буду концентрировать свое внимание на Баффало, хотя хотелось бы его поторпедировать чутка. Ну, ладно. Я могу себе позволить с ним сражаться, потому что все-таки у меня хилочка есть. А у него перка на хп, я так погляжу, нет. Плюс на этом уровне башни еще пока деревянные. Вертятся они долго, а он смотрит не на меня. У меня такое ощущение, что они просто вот, знаете, никуда, ну, не смотрят туда, куда надо. Давайте хилку прожму. Все эсминцы у них сдохли, кроме Скода. Забавно. Знаете, почему забавно? Потому что Скода низкого уровня и у него больше всего мозгов, по сути, было, чтобы выжить. Все остальные что-то как-то посливались. Платье торпед сюда проспамлю. Вообще, на самом деле, лучше бы я бы просто с вами торпед по Гнезинау. Но уж как-то больно нагло Донской сюда идет. Я вижу, там еще сладенький Колорадо есть. Может быть, на него стоит переключиться потом, в будущем. Но меня сейчас никто не смотрит, поэтому можно популять по Гнезику. Вы же помните, что у нас процент поджога 10%, да? Так что вполне себе может быть, что с пары залпов я его и подожгу. Главное держаться подальше от Донского за островом. Чтобы он по мне не работал. О, вот пара залпов и поджог дали. Хорошо. Нам еще вроде торпеды по Донскому зайдут. Два поджога даже. Два поджога. Очень неплохо. Отлично, Донской там немножко тоже половил. Все, этот готов. Давайте, может быть, мы с вами заработаем двойной удар. Будет замечательно. А, Гнезинау не я убил. Ну тогда ладно. Еще поджог. Турпобеда. К большому сражению, турпопобеда. Я думал, что бой будет подольше, дорогие друзья. Чтобы показать вам вообще все перспективы. С разных сторон эсминец. Но, видите, турпопобеда. Зато мы смогли реализовать свою РЛСку. Немножко постарались по эсминцам. Смотрите. Ну, мы работали только по эсминцам. 50 тысяч это довольно маленький урон. Но поскольку только по эсминцам я работал. 2 тысячи чистого опыта заработали. Подробный отчет. Давайте посмотрим. Вот. По Оланду. Почти все хп сняли. У него было 12 тысяч. Мы сняли ему 11 300. Это Эстер Гетланду сняли пол хп. Массу сняли пол хп. Да, в принципе, здесь только по эсминцам мы в основном и работали. Давайте по фарму посмотрим. Сколько мы фармили. Модификаторы у нас 94 тысяч. Это Зулу. Да, без него, если мы отнимем, грубо говоря, 100 тысяч, мы бы нафармили чистыми. Сейчас 320. 320 тысяч мы бы нафармили сейчас за этот бой. За 50 тысяч урона по эсминцам. Ну, в принципе, мне кажется, неплохо. Без премиум аккаунта мы бы нафармили сейчас 250. Да, и минус еще 60 получается. Ну, 190 бы мы нафармили без премиум аккаунта. Что тоже как бы позволяет фармить в плюс. В принципе, мне кажется, что очень неплохо. Знаете, первые пару боев у меня были, и они довольно неудачные. Меня постоянно в фокусе, и не мог я реализовать свой эсминец. Но в этом бою реально мы были как охотник на вражеские. Не могу сказать, что я сильно впечатлен этим эсминцем, но концепция интересная, возможно, кому-то из вас понравится. У меня, пожалуй, на этом на сегодня все, дорогие друзья. Для вас видео делал Медузко. Всем пока!